Что, думаете, сейчас происходит во власти, в середине, в окружении Путина? Все же понимают, что все, уже как бы конец. Возможно ли бунт, о котором долго говорят, уже месяцами ранее говорили, что вот, бунт уже начинается, или еще ничего не началось? Ну, если вдруг бунт начнется, то он начнется для всех неожиданно. Поэтому вряд ли заранее мы можем что-то утверждать первым. Второе, я знаю, что сейчас в элитах активно обсуждают мобилизацию, и как мобилизация повлияла на общественное мнение. То есть я от совершенно разных людей. Это не только бизнес, это чиновники, это депутаты, это бывшие какие-то там люди из системы, которые мне говорят, что они впервые обратили внимание на то, что уже среди простых людей, да, начались дискуссии о том, что как-то товарищ наверху дед уже всех достал. И все, как бы с ним они уже перестали себя чувствовать безопасно. Вот, по-моему, сейчас не помню, Леваду центр, да, это, по-моему, какой-то кремлевский центр опубликовал социологию, где, значит, мерил тревожность граждан. Вот она в 26% выросла там до 76%, то есть график просто перевернулся. Это не проходит даром. Это говорит о том, что все, вот это болото, оно, значит, зашевелилось. Да, это болото испугалось, это болото мобилизует. Куда эта энергия выпроснется, вообще никто опомнился, не может, но совершенно очевидно, что люди в разных регионах начинают, по крайней мере, пока на кухнях, в личных беседах, на встречах, высказывать претензии в адрес уже Путина. Этого не было никогда. То есть мобилизация очень сильно ударила по Путину, и это начинает уже признавать именно в элитах. То есть элита начинает уже об этом задумываться. То есть если Путин уже, как бы, надоедает простым гражданам, значит, дедушка, видимо, уже готовится, так сказать, отбыть либо политически, либо физически, но совершенно очевидно, что вот какой-то закат начался. Путинская карьера, это всей политической, потому что вся его власть, его благополучие держалась, на самом деле, на очень высоком рейтинге. Это его легитимность. Это легитимность, которая начинает близиться к финалу. Да, кстати, даже есть сейчас много видео, где сами мобилизованы, они недовольны, они рассказывают, что их бросили, они никому не нужны, показывают оружие, насколько старые получили, и они ничего не из средств защиты, ничего нет, и они уже тоже, даже было видео, там где-то, ну не знаю, человек 100-200, и все даже с этим старым оружием, вот есть всегда эксперты, говорят, что вот эти люди с этим оружием могут в другую сторону повернуться. Что-то для ожидать новых протестов и, возможно, даже с оружием. Понимаете, ожидать протестов точно стоит. Это вопрос времени, когда. Я думаю, что все это конвертируется в протестную волну, когда массовые гробы падают. Вот тогда действительно начнутся какие-то протесты. Сначала, наверное, мне так кажется, люди просто откажутся идти на войну. То есть будет массовое такое дезертирство, вот, когда люди начнут саботировать любые приказы. Я думаю, что во многих регионах военкоматы начнут потихонечку саботировать, потому что небезопасно будет в такой среде работать, когда там все мужики против тебя, а ты их призываешь и гонишь на убой, ну как бы, значит, в ответ что-нибудь прилетит, да, на одного военкома уже было покушение. По-моему, на Алтай там 20 тысяч просто не пришли, отказались даже получать победу. Да, там даже информация, что и в леса убегает, что только не делать, даже есть информация, что в Украине уже нас нет горячая линия, чтобы сдаваться, уже точно более там тысячи человек уже позвонили в Украину, поэтому это единственный, наверное, выход, кого мы нобилизовали. А потом здесь надо понимать, что даже если вдруг начнут марстово людей сажать за дезертерством, то, я думаю, тюрьма переполнится очень быстро. Ну, когда, например, были все вот эти вот митинги против войны, 25 февраля, 26 февраля, задержали и арестовали по-моему, 1014 или 16. Все, а людей некуда было уже сажать. Все спецприемники, все изоляторы, все там, все палаты вот эти вот, да, все было переполнено. Когда там, например, в камере, где 8 этих нар, да, было 30 человек. Ну, все, вот 15 тысяч, и все встало. Ну, представьте, 100 тысяч будет дезертеры куда-нибудь людей сажать, 10 лет они. Да, во-первых, даже судебная система не выдержит. Представляете, 100 тысяч в судебном заседании. Ну, даже если это по по ускоренной программе, но сколько может судья в день вынести приговоры физически? Ну, давайте 10 часов, даже если работает без перерыва. Ну, как минимум, там, 20-30 минут на каждую. Сколько в день? 20-30 человек в день. Один судья. Сколько судьи захотят? Ну, даже если там тысяча судей. Ну, вот это даже 20 тысяч в день, это просто вот максимум. Все, что они могут. Ну, как только пойдет такой поток, то уже дальше людей некогда будет даже поместить. Так что там, на самом деле, проблем будет очень много. Субтитры сделал DimaTorzok. Дóng. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...